При наличии неблагоприятных факторов происходит деформация костей стопы, что приводит к смещению фаланг большого пальца. В данной области формируется шишка. Эта проблема носит не только эстетический характер. Утолщение доставляет пациенту боль, дискомфорт, отрицательно влияет на походку, а значит патология требует грамотного лечения, которое далеко не всегда связано с операцией. Нередко удается решить проблему, используя консервативные способы терапии. Основные причины образования шишки у большого пальца следующие. Регулярное ношение слишком тесной и неудобной обуви. Стопа в этом случае принимает анатомически неправильное положение, деформируется. Наследственный фактор. Травмы нижних конечностей. Возрастные изменения в организме. Гормональные сбои, приводящие к нарушению метаболических процессов. Наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата, например, плоскостопие, остеопороз, чрезмерная масса тела, интенсивные нагрузки на ноги, например, длительное пребывание в положении стоя. Врожденные аномалии развития стопы. Патологии эндокринного характера, например, сахарный диабет. Указанные неблагоприятные факторы не всегда приводят к появлению проблемы, но существенно увеличивают вероятность ее развития. Не существует какой-либо универсальной таблетки, способной раз и навсегда устранить патологию. Однако медикаментозная терапия является одним из важных моментов комплексного лечения шишек на ногах. Она включает в себя использование различных средств и способов, позволяющих предотвратить дальнейшее развитие заболевания, устранить его симптомы. К числу таких методов относят прием назначенных врачом лекарственных препаратов, регулярное выполнение упражнений для восстановления анатомически правильного положения ступни, использование специальных ортопедических конструкций, применение средств народной медицины. Однако положительный эффект от такого лечения возможен только тогда, когда патология находится на ранних стадиях развития. Если же речь идет о запущенной форме заболевания, пациенту требуется хирургическая операция. Медикаментозная терапия. Лекарства применяются для лечения шишек возле большого пальца ноги. Имеют симптоматическое действие, то есть позволяют устранить характерные проявления недуга и облегчить состояние больного. Чаще всего пациенту назначают прием сразу нескольких средств, имеющих разную направленность, действия и форму. Больному назначают препараты различных групп. Это анальгетики для устранения боли, средства нестероидной группы для уменьшения воспаления и отечности тканей, гормональные средства при сильной боли и обширном воспалении. Различные гелии и мази также входят в состав комплекса терапевтических мер. Чаще всего пациенту назначают средства, такие как местные противовоспалительные, которые выводят токсины и вредные микроорганизмы из очага воспаления, способствуя его устранению. Раздражающие мази, способствующие нормализации нервного регулирования пораженных участков. Согревающие препараты, позволяющие восстановить циркуляцию крови и метаболические процессы в очерге поражения. Антибактериальные мази. Чаще всего их назначают, если в области шишки имеются нагноения. Обезболивающие мази. Если заболевание сопровождается выделением оксудата и накапливанием его в синовиальной сумке, а в самой жидкости содержится инфекционный агент, в этом случае больному необходима обязательная антибактериальная терапия. Препараты, обладающие противомикробным действием, вводят методом инъекции непосредственно в пораженный участок. Это позволяет добиться более высокой эффективности лечения. Выполняя несложную гимнастику, можно добиться положительного эффекта в лечении шишек. Так больному рекомендуется ежедневно по несколько минут ходить поочередно на носочках, пятках, внешней боковой поверхности ступни. На внутренней поверхности ходить запрещено, поскольку это может привести к еще большему повреждению и ухудшению течения заболевания. Сидя на удобной поверхности, рекомендуется вытянуть ноги перед собой, а затем максимально тянуть носки, удерживая их в таком положении несколько секунд. Также рекомендуется использовать мелкие предметы. Их необходимо разбросать по полу и пытаться поднять одними лишь пальцами ног. Чтобы предотвратить деформацию, можно взять бутылку, наполнить ее водой и при помощи стоп катать по полу в противоположных направлениях. Выполнять в течение 10 минут 2-3 раза в сутки. Грамотная терапия предполагает систематическое использование специальных ортопедических стелек и супинаторов, которые устанавливают в обувь. Находясь дома, больной может носить бандаж, специальную конструкцию, которую надевают на большой палец ноги. Их использование позволяет зафиксировать палец в анатомически правильном положении и предотвратить дальнейшее развитие деформации, выровнять фаланги и уменьшить проявление заболевания. Важно помнить, что применять народные методы терапии в качестве альтернативы основному лечению, назначенному врачом, нельзя, поскольку это не только не даст желаемого результата, но может и усугубить ситуацию. Таким образом, народные рецепты допустимо использовать только после консультации с врачом или в качестве дополнительных терапевтических приемов. Баночки для ног лучше всего делать на ночь, а после процедуры больному рекомендуется нанести на поврежденный участок согревающую мазь, надеть на ноги теплые носки. Для лечебной процедуры лучше использовать морскую соль, но если ее нет, можно обойтись обычной поваренной. Для приготовления раствора в умеренно горячую воду добавляют соль из расчета 100 грамм продукта на 3 литра жидкости. Ноги опускают жидкость и держат их до тех пор, пока вода не остынет. После процедуры насухо вытирают, массажными движениями наносят согревающую мазь, тепло укутывают. Для усиления противовоспалительного эффекта вместо воды для приготовления раствора можно использовать отвар ромашки. Чтобы снять воспаление и боль, рекомендуется прикладывать к пораженному участку различные компрессы. Их можно приготовить из самых различных ингредиентов. Целебными свойствами обладает картофельный компресс. Необходимо взять небольшой корнеплод, очистить его, тщательно измельчить. Полученную кашицу прикладывают к больному пальцу. Сверху накладывают кусочек полиэтилена, фиксируют компресс повязкой. На ноги надевают шерстяные носки, оставляют компресс на несколько часов. Компресс на область шишек можно делать из травяного отвара. Корень лопуха, тысячелистник и зверобой смешивают в равных долях. 25 грамм смеси заливают стаканом кипятка, настаивают 5-10 минут. Процеженный отвар готов к использованию. В лечебных целях часто используют глину. Продукт в виде порошка можно приобрести в аптеке. Разводят его горячей водой до состояния густой сметаны. Смесью намазывают палец, обертывают его полиэтиленом, тепло укутывают ноги. В домашних условиях можно приготовить различные целебные мази. Эффективным средством считается вариант на яичной основе. Для приготовления подобной мази берут одно яйцо с белой скорлупой, заливают его уксусом, оставляют на 2 недели. По прошествии этого времени яйцо достают. Его размягченную скорлупу смешивают с 10 граммами скипидара. Полученной мазью обрабатывают больной палец. Для приготовления средства по следующему рецепту потребуется взять 30 грамм камфоры, измельченного острого перца, 10 грамм бодяги. Ингредиенты смешивают между собой, добавляют 30 грамм нашатырного и 100 грамм этилового спирта. Полученную смесь наносят только на выступающие косточки, избегая попадания на другие участки кожи. Растительные отвары используют для приема внутрь. Можно приготовить фасолевый отвар. Для этого необходимо стручки фасоли залить кипятком. Нагревать на медленном огне 20 минут, после чего отвар оставляют настаиваться до тех пор, пока он не остынет. В средства добавляют мед 2 стакана на 3 литра жидкости. Настаивают 2 недели. Средства принимают ежедневно по одному стакану. Можно разделить это количество на несколько приемов и употреблять на протяжении всего дня. Также положительными свойствами известен отвар из полыни. Чтобы его приготовить, берут 3 столовые ложки продукта, заливают литром кипятка, настаивают в течение суток, после чего по одному стакану принимают внутрь. Успокаивающим действием обладает и отвар ромашки, который можно принимать как чай, особенно в вечернее время и перед сном.